Продолжение следует... 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 Я был очень очарован, естественно, я увидела много художественных галерей, музеев, метрополитан, лувр, но я был ошеломлен, во-первых, не только огромным масштабом Эрмитажа, я был очень восхищен, какая прекрасная коллекция в Эрмитаже, какие высочайшие уровни произведения здесь экспонируются в вашей галерее. Это произведения, которые очень духовны, они действительно, каждый по-своему рассказывает о том, что хотел передать своим зрителям тот или иной художник. Поэтому, то, что сегодня, когда мы задумываемся, что такое искусство, какие у него функции, в чем суть существования искусства, естественно, вы наверняка знаете, может быть, согласитесь со мной. Бывают времена, когда вот в свое время Эйнштейн говорил, что нужно сделать для того, чтобы мир жил в мире. Он написал Дигмунду Фрейду письмо. Он писал, что я вас уважаю как прекрасного ученого, но я хочу задать именно вам вопрос, что нужно сделать для того, чтобы в мире не было бонь, чтобы люди могли жить в мире. И что ответил ему Фрейд людям? Фрейд ответил, что у человека должен быть страх перед смертью, но с другой стороны люди живут, почитая Эроса, испытывая силы любви на себе. И это все, в первую очередь, связано с культурой. Поэтому люди должны не воевать, у них должно быть время для того, чтобы подумать о своем существовании мира. Для этого необходима культура. Поэтому артисты должны не есть, не спать, должны свой дар, который им дан с помощью своего искусства, должны передавать свое понимание, свою духовность людям. Тогда они смогут спокойно думать о своем существовании и жить в мире. И нужно, чтобы люди задумывались о своих истоках. И это задача, которую могут решить, помочь решить людям только артисты, только деятели искусства. И другого пути у художников нет. Действительно, я не знаю, что в силах артиста, что в силах художника. Я знаю, что художник не может делать оружие. С другой стороны, то искусство, это может быть музыка, это может быть литература, это могут быть художные произведения. В любом случае, все, что делает художник, они помогают людям проявлять свои чувства. Но, с другой стороны, прежде всего, задача артистов состоит в том, что создать путь, с помощью которого люди могут проявлять свои высшие духовные ценности. Я не знаю, как работает каждый художник. Но я думаю, что вы согласитесь со мной, что и Эрмитаж, и Лувра, те выставки, которые проводятся сейчас в музеях, особенно выставки художников современного искусства. Я думаю, что именно из-за того, что в современном искусстве есть какая-то особая сила, наверное, я как художник могу сказать, что люди, которые занимаются именно современным искусством, для них в этом особая радость. Например, можно говорить об этом как о мелочи. Вот то произведение, которое мы сегодня установили в Эрмитаже. Значит, вы видели, это небольшая скала или большой камень и большая железная трость. Это произведение было экспонировано в прошлом году в садах Эрмита, в садах Версаля. Мотив, это можно сказать, что это посох Моисея. Я назвал это произведение «Отдых». Другое название у этого произведения «Посох разума». Ну, представьте себе, титан, великан, который на минутку решил отдохнуть и облокотился на эту скалу. Для этого я выбрал предметы. Значит, я выбрал прежде всего материалом камень, который представляет силы природы, «Железная трость» — это произведение, это результат действия производства индустриального. С другой стороны, что такое «Железо»? Значит, «Железо» — это является своего рода ребенком. То есть тот металл, который входит в руду, его переправляют, и он становится металлом. Но сейчас, правда, в наши времена культура и природа, и индустриализация общества, они в противоречии находятся между собой. Но не всегда это помогает развитию цивилизации. Значит, наоборот, я считаю, что для цивилизации необходимо именно сочетание, и миролюбивое сочетание между индустрией и человеком. Человек разрабатывает природу, но именно за счет того, что их слишком ее развивают, возникает много проблем. Ну, нужно сказать о том, что природа — это не в полной мере то, что думает человек. Мне кажется, что у природы гораздо больше сил. Этот человек не всегда может ее понять. Есть много таких вещей в природе, которые человек и сделать не может, и даже представить об этом не может. Но ведь что такое природа? Это воздух, это небо. Но очень много других понятий входит в то слово, что мы называем природой. Я повторяюсь, но тем не менее я считаю, что у природы есть такие силы, которые человеку невозможно понять и невозможно с ними справиться. Мы можем говорить о силе планет, мы можем говорить о космосе, но просто-напросто я считаю, что очень важно еще раз упомянуть в том, что человек не может своим разумом охватить все силы природы и не может попытаться полностью ее подчинить своим регламентациям. Любая религия, с другой стороны, она обладает своими богами, при этом разные боги в разных религиях наделяются какой-то абсолютной силой. Но это тоже можно сравнивать с природой. Нельзя попытаться выстроить какой-то отдельный ряд те проблемы, с которыми сейчас связан человек. То есть пытаться укротить природу, это тоже бессмысленный процесс, потому что она все равно полностью не подастся вашему украшению. Что такое артисты? Артисты это не абсолютный гений, он не может быть полностью положительным героем. Но с другой стороны, художник это тот человек, который создает путь человеку для того, чтобы он понял многое в природе и, может быть, даже в силе богов. У художника должны быть очень положительные силы в его распоряжении. С другой стороны, современная наука, она не во всем положительна, она не во всем объективна. Но с другой стороны, наука нам дает все-таки многие ответы, на которые мы хотели бы получить, то есть ответы на те вопросы. Просто я не могу согласиться с людьми, которые полностью доверяют какой-то религии. Вот мне ближе путь художника, который может помочь людям, и он может дать возможность людям не верить полностью в какую-то одну теорию. Потому что художник, он может думать и о религии, он может думать о науке. Он находится всегда в противоречии, скажем, если снова вспоминать о Достоевском. Не зря у него так много сомнений возникают у различных его героев. И в музыке, и в изобразительном искусстве то же самое. Значит, художник создает те произведения, которые составляют людей думать, составляют людей переживать. Но, с другой стороны, мне кажется, не стоит требовать ответы полностью от художника. Мне кажется, что от художника нужно пытаться получить ту силу, которая помогает думать. Вот, например, в Сибири снег. Вот кто-то увидел снег, сказал, ой, как это прекрасно, как это красиво, снегопад. Давайте вспомним Пастернак, его прекрасные стихи, в которых упоминается, как падал снег. А, с другой стороны, кто-то скажет, ну, хорошо, снегопад, вот он будет таять, вот это будет проблема, это будут развиваться реки. Значит, то есть ведь самый элементарный снег, это может быть и красота, а с одной стороны, может быть, большие проблемы, которые связаны с таянием сегов. Поэтому вот здесь вот именно есть эта точка, когда искусство дает нам возможность думать о разных противоречивых вещах. Скажем, если художник покажет снег, то это может быть воспринято по-разному. В 16 веке Сейно-Рьюки был художник, очень известный. Он создавал прекрасные чайные домики. И вот есть легенда о нем, когда он увидел, как много листьев упало на землю перед чайным домиком. Он возвал своих детей и попросил, зайдите красиво по этим листьям в чайный домик. Они очень красиво зашли, они принесли с собой несколько листиков. Художник взял эти листья и медленно их бросил. Они упали с прелестным звуком. Я думаю, что никто, кроме художника, вряд ли подумал о том, как это красиво несколько листьев, которые упали на пол чайного домика. Обычный человек на это не обратит внимания. Может быть, обычный человек это увидит и сразу забудет. Он увидел это, и вот этот вот звук шелест листьев, с которыми они падали, шелест листьев, по которым дети шли. И он воспринял это как особую красоту. И настоящий художник, искусство состоит в том, что можно несколько дней или несколько часов смотреть на такие опавшие листья. Важно в жизни художника встреча с прекрасным. И встреча с прекрасным, она может быть и сейминутной, но она может продолжаться и долго. И вот именно думать об этом, как о прекрасном, это важная задача художника. Вот то произведение, которое мы установили сегодня во дворе эрмитажа, трость титана. Я думаю, что это достаточно обычное представление, если сказать это в двух словах. Но с другой стороны, может быть, оно заставит людей еще раз подумать о чем-то. Скажем, если есть музыка, то когда каждый отдельный человек ее будет слушать снова и снова, у каждого человека это будут возникать свои другие совсем мысли и образы. Художник, как бы это поточнее выразиться, Я не случайно все время говорю, что художник создает путь, художник создает возможность. А что я хочу главное сегодня сказать обязательно? Я опять-таки считаю, что художник не может дать ответы на все вопросы, но с другой стороны, тот художник, который много лет работает, мне кажется, что даже тот художник, который создает какие-то объекты, это все равно в какой-то момент исчерпает свои возможности. То искусство, которое делает какие-то обжигистики. Может быть, и друзья мои, мой друг, вот произведение которого здесь, вот совсем недалеко с этим зале, стоят в Эрмитаже. Значит, это скульптор, который сейчас работает в Дюссельдорфе. Он начал с того, что он собирал какие-то коробочки, значит, тот мусор, который казался ему интересным, значит, он создавал различные обжекты или скульптуры людей схематические. Но это не всегда были обжекты. С другой стороны, потом через какой-то момент он начал просто делать какие-то вещи, какие-то скульптуры. Значит, что-то понимало, что касалось лицом человека или какую-то искривленную бутылку большую. А вот то, что я делаю в своих произведениях, я не создаю что-то определенное из какого-то материала. Я пытаюсь создать связь между индустриальным миром, который представляет сталь и значит, я использую камни. Я пытаюсь показать те настроения, тот духовный мир человека, который находится в постоянном взаимодействии между средой, которая находится. Значит, при этом я стараюсь как можно меньше создавать. И я всегда думаю, какая связь есть между тем, что произведено, и тем, что не произведено. Дело все в том, что наше общество столько лет, уже столько веков, оно все время что-то производит, производит, производит. Может быть, сегодня это уже сверх насыщено наше общество теми предметами, которые произведены. Из-за этого возникают экологические проблемы, из-за этого возникают болезни. Значит, столько проблем, которые сейчас общество цивилизованно уже не может разрешить. Я думаю, что, может быть, лучше остановиться и подумать. Я считаю, что сейчас для современного человечества это нужно иметь время для того, чтобы остановиться и отдохнуть, потому что сейчас все бегут вперед с огромной скоростью, стремятся идти вперед, стремятся изо всех слушал, где-то делать нет. Людям нужно просто чуть-чуть остановиться, задумать. Может быть, кому-то не нравится то, что я говорю, кто-то скажет нет, давайте уходите отсюда, это ерунда, все, что вы говорите. А я все-таки думаю, что должны быть такие произведения искусства, которые заставляют человека остановиться, подумать. может быть, подумать о каких-то минусах, которые существуют в их жизни. И при этом я не говорю об остановке, я говорю о том, что немножко отдохнуть. Нужно подумать о природе, нужно подумать об истории, нужно подумать о тех проблемах, которые нас окружают. Вот мне кажется, что это очень важно. И я хочу сказать, что на основе этого представления и основывается мое творчество. Правда, что-то я очень много-много говорю, говорю, я думаю, что Дмитрий сам, наверное, тоже хочет включиться в нашу беседу. дмитрий Ли先生の 今お話ししてくださいました ことは私にとっては 本当に幸運だったと思います 滅多にないチャンスですので 特に 現代の アートの力についてのことが 大変 興味深いことだったと思います ペテルブルグ やロシアには アートの力がとても 必要と思います 一つ聞きたいことですけれども 現代の アートは特に どういう力があると思いますでしょうか 本当は いろいろな おっしゃったことは大変 老感ですが 本当は 現代のアートは スキャンダルとかあるいは問題を 起こすものだとか 本当にネガティブなことが多いと 言われていることが よくありますけれども 例えば 街を歩きながら ペテルブルグや他の街に 人に 現代のアートは何ですかと聞いたら やっぱり ネガティブなものが多いと 答えする人が 多いと思います でもやっぱり 現代のアートは 絶対に何か特別な力があると思いますね いやもしかして 私たちが ここで展示をしたり それでもう 見せたりする作品には こういう 考えさせることはあるでしょうが 一言で 現代のアートは どのような力があると思いますか 特に 現代美術には どの 特殊な力があると思いますでしょうか 非常に重要な質問です это очень важный вопрос 非常に重要な質問です и при этом это очень трудный вопрос для художника перед тем, как ответить Джан Годрия, философ, который несколько лет тому назад умер, он сказал, что современное искусство это мусор. И он, значит, то есть, ну, конечно, это тоже мнение, причем мнение очень жесткое. Но при этом он не отрицал. Он говорил о том, что это мусор, но это очень важный мусор. Значит, вот действительно, если подумать, ведь есть же художники, которые подбирают этот мусор, делают из него какое-то произведение с другой формой, когда он не становится мусором. То есть, создание новые формы, это очень важно. И, как сказал Митрий сам, естественно, современное искусство, оно очень непростое. Конечно, когда проводить выставку индивидуальную какого-то художника, конечно, гораздо проще делать выставку ренессанса, когда вы представляете предпроизведения, которые знают, которые учат в школе, которые представляют, что они уйдут. Понятно? Люди приходят на такую выставку подготовленные, когда они могут сказать, ах, это прекрасно, они могут сказать, это хорошо. Когда кто-то видит современное искусство, это искусство, которое находите в процессе своего развития. Это искусство, которое идет в одну ногу с развитием современного человека. Это искусство, которое, может быть, в каких-то сложных, часто вовращенных формах показывает те проблемы, которые есть у современного общества. Могут показать плохого человека. И при этом не значит, что они хотят специально создать какую-то неприятную форму. Но это так просто получается. В прошлом году, в прошлом году летом, я создал несколько произведений, которые были препредставлены в Версале, но там была выставлена скульптура художника, который родился в Индии, который живет в Британии. Это была огромная скульптура. Когда ее увидели журналисты, они очень много задавали ему странных вопросов. они спрашивали как-то так. Это эрос или они говорили это связано с сексом, они говорили может быть это похоже на женский половой орган. Художник может быть не очень правильно ответил, поэтому из этого возрос огромный скандал на самом деле. Но с другой стороны это было произведение, которое было выставлено в Версале, но ведь это не было связано впрямую с какими-то аморальными историями Версали. Это было просто произведение, которое создано было в другой стране привезено то там выставлено. Но это правда, это была скульптура, которая вызывала достаточно определенные мысли у тех, кто его увидел, но это не всегда были мысли плохие. Просто понимаете, тут ведь очень большая проблема, когда кто-то увидит произведение и высказаться о нем негативно, это может повести совсем в другое направление представления об этом произведении. Вот есть сейчас художник, который, допустим, берет куски сырого мяса, их наклеивает на полотно, на холст. есть произведения, которые в общем вызывают достаточно неприятные чувства, согласитесь со мной. Но с другой стороны эпоха, в которой мы живем, это эпоха жестокая и очень много происходит с людьми и когда они видят такие произведения, они наоборот позволяют им задумываться о том, что происходит. я просто считаю, что искусство, оно не должно быть сахаром, который делает все сладкое. С другой стороны, искусство это не легкий наркотик, который просто затупляет сознание человека. Я считаю, что сила искусства в том, что оно должно дать шанс и путь и место для того, чтобы человек мог о многом задуматься по-другому. С другой стороны, в настоящее время, какие есть проблемы. Сейчас очень много войн. Но есть проблемы, которые связаны с виртуальностью. Многие у нас сейчас сидят за компьютером, посылают бесконечные смс-ки друг другу по телефону. любая информация, которая из Парижа, из Нью-Йорка или из Сибири, в одну секунду появляется на экранах гаджетах. Это очень удобно, но это очень опасно, потому что это все уводит нас в виртуальный мир. Мы перестаем ощущать по-настоящему то, что происходит. С другой стороны, люди развращены тем, что просто нажатием двух кнопок вы перестаете пользоваться своим мозгом, потому что вся информация перед вами готовенькая на блюдечке. Поэтому какие-то преимущества, какие-то ценности перестают существовать. Поэтому я считаю, что роль музея, роль выставок, она как раз и состоит в том, чтобы заставить помочь человеку подумать о чем-то конкретном, о чем-то важном. Потому что человек сейчас не думает о природе, он живет в виртуальном мире. Он даже если встречается со своим человеком, со своим другом, он сейчас часто не может разговаривать, потому что привыкает к беседе только в виртуальном мире. поэтому может быть те произведения современного искусства, которые жесткие или может быть слишком настойчиво к чему-то пытаются призвать. Мне кажется, это очень важно и именно музеи в этом процессе должны играть и будут играть очень важную роль. Так же как музыка, потому что они таким образом смогут людей немножко отвлечь от виртуального мира и вернуть его в мир нормальных человеческих эмоций. Я еще раз говорю, что искусство не должно быть сладким, искусство не должно быть легким. Оно просто должно создавать тот момент, когда человек может что-то пережить, может быть, он сразу не поймет, но может быть просто-напросто когда увидит произведение, которое заставит подумать какие есть сложности. Это не все, это совсем не значит, что все будут так воспринимать. Ну, скажем, если мы представляем какое-то произведение, которое вызовет бурю каких-то эмоций различных, но мне кажется, это очень важно, оно дает возможность не забыть о тех функциях, которые есть у человека. Я много говорю о себе, много себя говорю о себе, я совсем не хочу хвастаться. Скажем, вот мои картины, они очень простые. На холсте я, допустим, рисую один мазок или второй мазок. Или, скажем, есть, могла быть целая комната, которая расписана несколькими мостами. Вот, ну, я знаю, и я сам, и многие мои зрители, которые стоят перед этими произведениями, во-первых, они становятся очень тихими, они становятся задумчивыми, они, может быть, медитируют, они начинают дышать по-другому, они начинают думать о каких-то разных вещах. это вот все то, что я хочу людям дать возможность об этом подумать. Ну, не все артисты, конечно, не все художники делают такие произведения задумчивые, скажем, одной стороной, но все равно каждый художник стремится создать то, что дает людям необходимость и возможность думать в этом задача и результат деятельности современных деятелей искусства. И, может быть, появятся произведения, которые не будут идти с вами в ногу или которые не дадут вам ответа на все вопросы. Не думайте так, это будет ошибкой. Включатель музей. Мы как раз сейчас выделим такой программой «Магнитаза», который выразил в музее как «Детокс». То есть место, где человек собородается именно в газе, в любых виртуальных связей и воспринимает материальное созвездение как нечто более важное. Мы говорим о срабатывании, но, конечно, музей лучший это место без газа. Но, пока не бывает как делать селфи, когда возникался запутым. Я думал про, когда я видел вашу работу «Титана» и «Старе», я представлялась действительно такая интеллия художника как такого великана, который ходит по прекрасному парку и поставляет следы в виде положенного этого плоска. И, конечно, мне пришла в голову замечательная картина, сцена «Пейзаж и фемы», где мы тоже видели такого «Титана» гиганта, который сидит на тупе горы, вложит пост, играет в швейках, уваждая всех звуками своей чужой музыки. Интересно, что это правило художника, какой образ человек стоящий в ходах в чайном доме, председающий попадение из нас в чайном доме. Действительно, возникает такой вопрос, который тоже у нас сейчас в нашей Боливии в России очень тупо говорит, кого больше современного художника? Должен ли художник шефа общества конкретно из-за тех всего обществ страны, города? Или художник почему не должен здесь поместить? Отчасти вы уже сказали, что именно в плане вы знаете, это такой вопрос, Я не могу сказать, что это полностью долг в большом понимании этого слова. Я думаю, что у художника есть две грани. Первое. Художник может говорить все, что угодно, но при этом он гражданин. Об этом нельзя забывать. Иногда художники забывают об этом. Значит, нужно помнить о том, что ты гражданин. Кроме того, художник, как он существует? Это человек, который не создает какой-то определенный контекст. Это человек, который не может дать прямой твой. Вот это история, это страна, это общество. Художник, он, знаете, он имеет отношение к сосудам, различным сосудам. Значит, вот Фрейд говорил о страстях, он говорил о том, что вот это секс, это страсти. Но, с другой стороны, вот художник создает какой-то сосуд, который невозможно заполнить только историей или какими-то моральными правилами. С другой стороны, художник может, наоборот, разрушить и какие-то истории. Значит, мы вспомним Мишеля Фуко, французского философа, который говорил о том, что нет философа, нет художника, который бы написал, скажем, историю тюрьмы всего мира. Значит, просто, значит, ведь это тюрьма, это преступники, которые что-то сделали против общества, против своей страны. Значит, художник, прежде всего, он, его интересует психология. Он может со своими произведениями сказать, что вот идеология, это не всегда правильно. Но при этом он должен всегда задумываться над проблемами. Он должен всегда подумать о том, это правильно или неправильно. Но с другой стороны, художник, он гораздо глубже думает о идеологии, о политике. И он иногда гораздо более против того, что происходит в обществе. Но мне кажется, что все-таки больше, чем политика, художник задумывается на проблемы Иеруса. Ну, просто-напросто нужно думать о том, что художник должен направлять человека в чем-то на правильный путь. Может быть, я не полностью отвечаю на ваш вопрос. Просто-напросто мне кажется, что роль художника, он все-таки должен как-то создавать те... Помогать, помогать создавать в человеке те чувства, которые все-таки ведут к любви, к чему-то светлому и хорошему. Но для этого, может быть, и не всегда правильно создавать какие-то произведения, которые будут в чем-то вызовом, которые будут просто создавать какие-то интересные чувства у человека. Нет, все-таки есть долг у художника. Спасибо. 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 Азиатское общество. Оно все равно консервативно. Это общество, которое развивалось медленно. И европейцы часто говорят о том, что Азия очень медленно развивает. Азия очень много живет рядом с природой. Азия очень много живет рядом с природой. И Азия развивает не все достоинства и лучшие чувства в человеке. И надо сказать, что очень-очень много неприятных мнений о Азии. А что уж говорить про Африку. Африка вообще считает первоботной стране. Она живет просто в природе и все. Многие ведь говорят о том, что Африка вообще не развита. Но я с этим совершенно не согласен. Азиаты, правильно, они медленно развиваются. Они живут в медленном темпе. Они живут в гармонии природы. А сейчас, если мы подумаем. Ведь сейчас в Азии какое огромное промышленное производство. Какие темпы развития. Но этим не стоит хвастаться, честно говоря. Просто если смотреть на многовековую историю. Просто нужно сказать о том, что вот в Азии все-таки действительно был интерес к природе. Что в ней происходит. Может быть, что-то и на меня повлияло. Где-то во мне это тоже скрывается. То есть, может быть, люди, рожденные в Азии, они думают о своей культуре. Вы знаете, сейчас ведь цивилизация и культура разделились. Они оторвались друг от друга, да? Значит, цивилизация, она не нуждается во времени. Значит, эта цивилизация, она развивается быстро по своему пути. А вот культура, культура, она создается веками. И культура, она идет вперед. Она что-то отрицает. Она в чем-то сомневается. Она в чем-то раскаивается. И эти же проблемы есть и в изобразительном искусстве, и вообще в искусстве. Просто я считаю, что художники думают все-таки о том, что будет в следующем поколении, что будет дальше. Но искусство во всех своих гранях и проявлениях вряд ли пойдет на помощь развитию цивилизации. Искусство, оно в большей степени имеет и грань именно культуры. И я считаю, что было бы очень здорово, если бы в искусстве каждого художника именно в виде квинтэссенции в произведениях проявлялись именно наследия культуры, современное развитие культуры. Я хотелось вернуться к вашей работе, которую мы завтрашнего дня показываем. В этом году эта работа стояла в писале, стояла в том дворцовом парке, в художном контексте. Теперь она стоит в квартире дворце, стояла здесь еще полгода. Работа, мне кажется, очень простая, состоит из двух элементов. И, в общем-то, ее можно описать, рассказать и нарисовать. Но мы все чувствуем, что представление о том, что она простая, обманчивая. На самом деле она очень простая, потому что она вызывает очень сложные контексты. И, собственно, эти контексты тем сложнее, чем вдоль, что перед ней стоим, тем больше мы чувствуемся в материалах, и тем больше у нас культурный багаж, когда мы видим те контексты, которые возникают из соприкосновения между скульптурой и окружающим дворцовом парке, в том числе и окружающим дворцовом парке. Мне интересно, чувствуете ли вы какую-то разницу между против Титана стоящим дворцами и против Титана стоящим дворцами? Да, вы знаете, вот характер моего произведения и этого тоже, я могу сказать, что у меня есть много произведений с одинаковым названием. И вы очень, мне кажется, вы очень правильно поняли, что произведение, размещенное в разных местах, оно совершенно по-разному воспринимается. потому что мое произведение создано для того, чтобы возникало взаимодействие с окружающим миром. В прошлом году, когда оно было выставлено в Версале, значит, одновременно с этим я сделал и второе, и третье произведение с таким же названием. Они разные по размеру. И вы знаете, вот все эти произведения, помещенные в разных местах, в разную атмосферу, они воспринимаются совершенно по-разному. Когда это произведение было на главной аллее Версаля, ну, там есть аллея, которая, значит, я его поставил на главную аллею перед дворцом. Оно было прекрасно обозреваемо с разных точек. И, действительно, у меня возникало ощущение, что это огромный великан ходит. Когда я посмотрел на него во дворце Эрмитажа, у меня вот возникло ощущение, что вот тот великан, который мог держать этот посох, он пришел в очень уютный двор для себя, и он, действительно, здесь отдыхает. Произведение выглядит очень простым. Но, с другой стороны, оно, мне кажется, совершенно неназойливым. И, как-то вы знаете, оно мне показало, что он очень хорошо подошел к этому двору. Там, где фонтан, где деревья. Как-то он совпал, может быть, с той атмосферой, которая... И мне очень бы хотелось, чтобы все-таки создалась какая-то гармония между двором Эрмитажа. То есть, я очень не люблю создавать что-то очень грандиозное. Мне хочется, чтобы мои произведения давали возможность вдохнуть с облегчением и подумать о чем-то приятном. И, может быть, я еще повторяю, что мне всегда хочется, чтобы мои произведения создавали какую-то связь между воздухом, который вокруг... Я еще хотел бы немножко гальки от мелких камушков вокруг этого произведения насыпать. Они создадут еще немножко другую атмосферу. Я думаю, я еще не совсем закончил. Он еще не совсем закончен в виде. Я был вашим музеем на Ушила, где, естественно, создана такая гармония и различных стихий, различных предметов, форм и материалов. И здесь, действительно, тоже создается какое-то удивительное запыхание дворец города дворца. И последний вопрос, причем мы перейдем к вопросам на территории. Есть ли у вас какой-то универсальный рецепт германизации? Что нужно, чтобы возникнуть гармонию? Если можно как-то определить... Вы знаете, когда я в прошлом году приехал сюда, впервые появил музей. Я тогда вообще даже и не думал, что мое произведение может появиться здесь. Но вот с другой стороны, я вот все-таки думал, что хорошо бы, чтобы были мелкие камни, чтобы была бы здесь галька. То есть нужно, чтобы создавалась очень спокойная атмосфера. Эрмитаж, Зимний дворец. Наверняка у многих, кто приходит сюда, здесь есть какие-то реминистенции. То есть когда человек приходит сюда, он вспоминает много об истории, много об искусстве. Но просто-напросто мне хотелось бы, чтобы воспринималось мое произведение, которое... оно бы не было бы повседневным. Оно просто должно давать какой-то намек на то, как человек может сочетать себя с природой. И вместе с тем оно должно иметь функцию, чтобы быть таким проводником между сегодняшним днем и прошлым. Большое спасибо. Я думаю, что я хочу дать шанс вашим слушателям задать вопросы. Но я думаю, что я хочу дать шанс. Якобы на день. А какой-то вопрос. Вот это вот камень. Он в вас когда-то... Они его привезли, он его снимает здесь. Вопрос оттуда, камень, привезли его и не нашли здесь. Вопрос оттуда камень, привезли его и не нашли здесь. Нет. к сожалению это не русский камень обычно я когда я делаю какие-то свои скульптурные произведения очень часто бывает что я нахожу нужные материалы там где я делаю свои произведения но вот именно этот камень вы знаете я его очень долго искал во франции для того чтобы сделать это произведение для герсалия во франции ничего я не нашел значит это в италии в альпах два дня значит я ходил искал ничего в альпах не нашлось затем я переехал в германию значит есть просто огромные мастерские которые но камнерезные мастерские я думаю что это камень из скандинавии это очень твердый камень это это камень которому очень очень много лет очень много веков наверное вы знаете есть камни которые живут больше чем земля то есть мы же знаем что что земля образовалась как планета во время космического взрыва поэтому на земле очень много различных каменистых структур и есть очень много камней которые живут больше чем земля вообще камни это это ой это такая интересная вещь конечно если просто сделать научный анализ это все понятно что вот он создает из того и с того и с того а я считаю что камень это он имеет свои загадки имеет свои мистерии вообще камень это такая вещь которую совершенно нельзя вогнать в какие-то рамки а вот этот камень который сейчас приехал к вам когда я вот я спросил мне сказали вот он родился в скандинавии может быть и так на самом деле он мне очень понравился он именно производит ощущение материала который живет очень очень много лет или веков и есть если получится что мне предложат еще создать какое-то произведение скульптура я обязательно найду в россии камень благодарю коллегу за интересный вопрос насколько я смог понять ваш подход к искусству он окружается в неопротивленности рождения у человека тонких чувств и его концентрации на его ощущения когда он видит планету вашего искусства как вы относитесь к тем художникам которые создают свое искусство вы знаете в художниках есть самые различные типы самые различные результаты и есть допустим художники которые просто долго задумчиво делают свое произведение есть художники которые просто демонстрируют как они создают есть художники которые занимаются какими-то политическими мероприятиями я у меня нет права говорить что хорошо что плохо но с другой стороны я все-таки не думаю что искусство оно призвано служить созданию чего-то или или воздвигать на какие-то поступки я считаю так что между искусством и современной жизнью но все-таки должна быть какая-то подушка если хотите все-таки должно быть какая-то перегородка то есть искусство оно должно быть чуть-чуть отделено от современности может быть есть люди которые так считают но я так не думаю я мне кажется что все-таки искусство нужно немножко отделять от современности или если ты по если показывать современность то какую-то определенную глянь я все-таки считаю что должно быть разделение вот этого дистанции которые которые если оно существует оно все-таки дает нам понимать что искусство оно не может впрямую становиться искусством становится искусством поэтому если создавать воздвигать человека на что-то оно может конечно вас подвигнуть человека на что-то но мне кажется что все-таки искусство дает прежде всего возможность задуматься поэтому мне кажется и может быть я повторяюсь то есть искусство это не полностью не полностью знак равенства современностью нет мне мы я я я не верю художникам которые скажем идут в каких-то демонстрациях принимают или там кричат какие-то лозунги я считаю что искусство оно не должно жить настолько в рамках общества но с другой стороны конечно есть художники говорят что это лево это право у всех свои представления но искусство искусство оно очень многогранно но но при этом да сказать если мы просто бы разделили бы художник на налево право они бы они могли бы сочетаться в чем-то они могли бы пересекаться но мне кажется что не нужно чтобы художников вот так вот сталпел илбами напрямую искусство это очень тонкая грань вот был был художник который принимал участие в зеленом движении значит он участвовал в антифашистских камбаниях но этот художник которого критиковали в том что вот то что он делает наоборот совпадает с фашизмом просто его критиковали за то что он очень много создавал отрицательных эмоций в обществе с другой стороны личерцеллер например есть американский скульптор это мой близкий друг он левый он принимает участие в конистическом движении он делает огромные произведения вот скажем из одного огромного листа стали мы вместе значит вот я вот видел его произведение вот это про про променад променад стали я посмотрел на выставке я вот не знаю кто то значит вот прошли посетители то ли либо из европы или из америки они сказали о это похоже на фашизм искусство имеет очень много граней но с другой стороны она впрямую выражает индива индивидуальность художника с другой стороны не не должно быть чтобы искусство было очень прямолинейным при этом нужно не забывать о том что что восприятие твоего произведения не может быть совершенно противоложным тому что ты задумываешь но я еще раз повторю что искусство это не прямую современность очень интересные вопросы вы знаете это тоже художники по-разному совершенно по-разному к этому кто то сначала но думает название делает произведения с другой сделай очень многие и художники как мне кажется делают произведение которое не имеет никаких там никакого названия и бывает такие произведения которые просто вот произведениях которые за эти без название Есть художники, которые очень долго думают, потом придумают названия. Это все сложно. Я лично, в моем случае, есть разные ситуации. Я часто придумываю названия интересные. Вот услышал названия, вот как интересно. Интересно. Бывают какие-то новые нюансы я нахожу в названии. Но бывает, вы знаете, очень часто, что вот я задумываю название, потом делаю произведение, оно, кажется, совершенно не подходит. Я его переименовываю. Я думаю, что не только я, но и многие художники, когда задумываются над названием, они очень много тратят на это время. Это сложный процесс. Продолжение следует. Продолжение следует. Я в 1971 году впервые приехал в Европу. Я, значит, в Парижском биеннале я принимал участие. Это была молодежная выставка. За исключением 1972 года практически каждый год я в Европе живу 5-6 месяцев в году. Скажем, 2 месяца я где-то живу в Америке. Я родился в Корее. Но семья моя живет в Японии. Но, с другой стороны, я в Японии живу, но 5, максимум 6 месяцев. С другой стороны, 40 лет почти большую часть своей жизни я уже прожил в Европе. И вот когда, вы знаете, я путешествовал по разным странам, во мне, вот то, что родилось вместе со мной, то воспитание, которое я получил в Азии, я не могу отрицать, что это уходит из меня. Но, с другой стороны, я учился в школе, я учился, когда в университете, я изучил европейскую философию. Я уже говорила о том, что я очень много прочитал русской литературы в колледже и в университете. Я думаю, что это меня во многом изменило. Вот сейчас в моей голове, вы знаете, столько многих переплетений, и я даже не всегда могу как-то урегулировать свои мысли. Обычные люди, когда говорят «Восток», они говорят, что это очень тихая культура, она много отрицает. Вот говорят о том, что вот европейская культура, значит, в ней много со знаком «плюс», в этом много эгоизма. Я не думаю, что нельзя отрицать и то, и другое, скажем, технологии, которые производятся сейчас в мире. Да, действительно, это все родилось в результате промышленной революции в Европе. А с другой стороны, сейчас объемы производства в Азии, в Индии, они гораздо выше, чем в Европе. Скажем, рост промышленный в Европе максимум 2%, в Китае сейчас 7%, в Индии 8%. Сейчас Азия развивается быстрее. Но в этом нет ничего отрицательного. То есть получается, что как-то так все перемешалось в мире, сейчас так сталкиваются цивилизации друг с другом. Но мне кажется, что в будущем, как мне казалось, я уже говорила об этом, мне кажется, что сейчас нужно думать об истории, нужно все-таки остановиться и задумываться. Задуматься о том, что есть культуры, и нельзя в эпоху глобализации пытаться сделать какую-то одну культуру. Есть достоинства у каждой страны, есть у культуры свои достоинства. Им нужно отдавать должное. И может быть, все-таки задуматься о том, что медленное развитие Азии и Востока, их не стоит отрицать. С другой стороны, я не спорю, могут быть совсем другие мнения. Я не хочу сравнивать Восток и Азию с Европой. При этом я не хочу говорить, что Азия – это лучше. Я думаю, что нужно взаимодействовать, получать от этого радость. И, может быть, получать какой-то новый опыт. Да, действительно, 40 лет я уже путешествую по миру. И когда я приезжаю в какую-то новую для себя страну, там своя музыка, там своя кухня, там много нового для меня интересного. И вот тот опыт, который можно получить из общения друг с другом, это очень здорово. Но при этом, может быть, все-таки чуть-чуть помедленнее существовать и общаться. Может быть, я не ответила на ваш вопрос, как вы хотели. Я хотел бы продолжить ту мысль, которую вы сказали, я вообще не знаю. Та подушка между современностью и искусством, как мы говорили, нужна ли она для прощения искусства и их художника? Как вы сказали, наш другой закон, который мы так продали тратирование, потому что не помнили его искусство. И потому что он сам присоциировал себя с политическими движениями. Многие художники в России, такие как Павлянский, сегодня связывают себя с современностью и политикой, которые очень близко. И из-за этого оказывается вклад в большие направления. Это очень сложная проблема, вы знаете. Просто есть очень много позиций. Например, в Китае есть один художник. Он много лет провел в тюрьме, он был заключенным, потом его выпустили. Значит, сейчас он стал чуть-чуть более свободным. И есть действительно много художников, которые попадают в заключение из-за своей производителя деятельности своей. Скажем, есть произведения, которые выставляются, а потом прекращают, закрывают это выставки. И я единственное могу сказать, что у меня нет силы, я не могу ничего защитить. С другой стороны, вот вы говорите о том, вот эта вот подушка, дает ли она возможность защитить художника. Просто-напросто, я думаю, что если художник как член общества, как гражданин принимает участие в политические действия, это вот это может быть. Я просто еще раз хочу подчеркнуть о том, что искусство и современность, оно должно быть отделено. То есть человек может быть как гражданином, он может принимать участие. Но мне не очень нравится, когда говорят о том, что вот художник, он должен взывать и что-то изменять в обществе. С этим я не очень согласен. Но это проблема, которую очень трудно проанализировать. Это подушка, о которой я говорил, это не для того, чтобы защищать художника. Я просто говорю о том, что нет необходимости создавать искусство, которое было бы просто кальпией современности. Я считаю, что искусство, оно дает намек, оно дает стимул. Но если говорить о деятельности, это все равно деятельность, которая не впрямую принимает участие в деятельности современного общества. Но, пожалуй, за это невозможно защитить. С другой стороны, мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о каких-то политических проблемах в жизни художника. Единственное, что я могу сказать, и меня пытались бросить в тюрьму, и меня пытались убить. Поэтому жизнь очень непростая. Но это другой разговор. Я хочу сказать спасибо вам всем, спасибо Владимиру Ильичу, что он сегодня с нами. Замечательное время, начало весны, последние холодные дни, когда установили структуру. И я вас всех еще раз приветствую, приглашаю на все наши выставки. Вы знаете, у нас идет выставка «Анни Прэга». У нас сейчас работа у Иванова стоит, и наш проект в этом году и начинается. Поэтому спасибо вам за ваш вопрос, за ваш внимание и спасибо, что не будет участвовать.